Уголовное дело об угоне автомашины расследуют органы дознания Ивановской полиции. Преступление было совершено фигурантом в состоянии алкогольного опьянения. 25-летний фигурант распивал спиртное в компании, домом у одного из приятелей. После этого молодой человек и его 24-летний знакомый вышли на улицу, где остановили автомобиль. Фигурант увидел, что водитель автомобиля его знакомый и попросил отвезти его домой. Владелец авто согласился и просившись сел в салон. Однако второй молодой человек без спроса присоединился к нему, а затем внутри салона стал в грубоформе требовать у потерпевшего отвезти домой и его. Сразу с двумя нетрезвыми клиентами водитель автомашины дело иметь отказался. Однако главную в этот вечер оплошность он все же допустил. Остановил машину и вступил в диалог с нетрезвыми мужчинами. Этот необдуманный поступок привел к крайне неприятным последствиям. Потерпевший отказался везти к нетрезвому мужчину. И тогда тот ударил его в лицо и разбил нос. Все, кроме фигуранта, вышли из автомобиля. А дебошир начал пытаться сломать водительскую дверь машины. В это время фигурант пересел за руль. Увидев это стоящий снаружи, дебошир сел за капот автомобиля. После чего злоумышленники скрылись. Они поехали в один из продовольственных магазинов в торфяном переводке, где их и задержали правоохранители. У гонщиков и хулиганов полицейские задержали по горячим следам. Ставший жертвой нападения мужчина, очень быстро обратился в полицию. Дежурный передал ориентировку на розыск похищенного автомобиля нарядом наружных служб. И фигуранта вскоре обезвредили. За что задержано? За угол. Расскажите по обстоятельству, как вообще все было? Мы встретились с другом у него дома. Подвыпили хорошенько, как это все делали. Приспичило нам поехать. Ну, уже домой время было. Выходим на улицу, и там едет наш второй знакомый. Мы недолго думали, я остановил его. Махнул так рукой. Удозреваемые в совершении преступления путаются в деталях произошедшего. На момент нападения они были в чрезвычайно серьезной степени алкогольного опьянения. Однако, в целом, вину в совершении преступления признают. Я попросил его, чтобы он довез меня до дома. Он меня не захотел везти. Я перешел на другую силу. Залез к нему в машину сзади. И разбил ему нос. Он вылез с машины. Я сел за руль. Мы поехали. Она заглохла. Потом я ее починил. В этот же момент мы обменялись с моим другом местами. Он сейчас за руль. И поехал к Березнякам. Там я его задержал. Задержали, согласно полученной ориентировке, фигурантов сотрудники Росгвардии. Как оказалось, избивший потерпевшего гражданин ранее никогда с законом не конфликтовал. Он не привлекался к уголовной ответственности. И это его первое преступление, совершенное под воздействием алкоголя. К чему вообще такая мысль возникла? Не знаю. На синем голову как-то вот. А много выпили? Ну, прилично достаточно. Водку. Бутылки две, наверное. Лучше. Да на троих. Мы просто мало кушали. В отношении 25-летнего Ивановца возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ. Решается вопрос о выделении в отношении него материала проверки по факту перевозки людей вне кабины автомобиля по ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В отношении 24-летнего Ивановца решается вопрос о выделении материала проверки и о привлечении его к ответственности за нанесение телесных повреждений, за повреждение имущества, а также за нарушение правил дорожного движения, а именно передвижение на капоте транспортного средства. Продолжение следует... Продолжение следует...